Объекты ЖКХ в НИИСОГ были переданы в муниципальную собственность только в прошлом году. До этого их обслуживала частная компания, которая не особо заботилась о качестве воды. После того, как на объект зашла новая организация, инженерные системы стали промываться чаще, что позволило сделать воду чище. Однако от жителей все равно поступают жалобы. Всем очевидно, что изменения в системе водоснабжения в поселке необходимы. 32 дома в поселке, 9 старый. Значит, 24 дома тянет вот эта станция нового поселка. И 5 домов, и 9 старых домов тянет наша станция теплосетей. И в определенный момент они сходятся в одни трубы. То есть они друг друга передавливают и подпитывают. У нас-то вы разобрались, какая концепция? Нам надо две станции. По словам Андрея Иванова, долго ждать этих изменений не придется. Первая коснется водозаборного узла. В рамках губернаторской программы «Чистая вода» в ИЗУ планируют оснастить собственные станции обезжелезивания. Мы подали заявки в начале года в региональную программу «Чистая вода». И, по-моему, мы успешно там присутствуем. И, скорее всего, станем участниками. Поэтому планируется как минимум одна станция обезжелезивания. Поселение будет участвовать в софинансировании. Я думаю, что качество воды значительно улучшится в поселке. Затем в планах модернизация котельной. Ее планируется оснастить дополнительным котлом для увеличения производительности объекта. Посмотрели состояние котельной, которая находится на территории, обеспечивает все домы теплом. Состояние везде хорошее. Все эксплуатируется по стандартам. Оборудование в хорошем состоянии. Поэтому здесь особых проблем я не увидел. Только те вопросы, которые связаны с увеличением мощностей, потому что будут появляться новые дома. В ходе рабочей поездки глава Одинцовского района также поручил благоустроить территорию, прилегающую к котельной. Уложить асфальт на месте бетонных плит, что будет более практично для эксплуатации. Продолжение следует...